Дорогие друзья! 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 Я стараюсь говорить простым человеческим языком. Конечно, придется некоторые термины употреблять, но, в общем-то, на самом деле, все нужно постараться, чтобы тебя понимал другой человек, нужно постараться говорить простым языком, понятным каждому. Правда же? Итак, что такое аллергия? Давайте дадим примерное определение. Конечно, это одно из определений, но оно мне вот самое простое. Аллергия – это необычная повышенная чувствительность к различным веществам, которые у большинства людей не вызывают болезненных реакций. Вот представьте себе, вы особенный человек, если у вас есть эта аллергическая реакция, и у вас организм по-особенному реагирует на какое-то вещество, на которое большинство людей реагирует совершенно нормально. То есть, ну, предположим, кто-то понюхал ромашку, и все у него хорошо, а вы зашли в помещение, и у вас сразу же реакция только потому, что там ромашка. Просто у вас такая реакция на конкретное это вещество. Почему такая реакция? Тоже мы будем говорить. Немножечко, буквально, вот пару цифр. Каждый человек, где-то примерно каждый пятый человек, который живет на планете Земля, сегодня житель мегаполиса, имеет склонность к аллергии. То ли уже есть проявленная аллергия, то ли только склонность. Кстати, я вам сейчас покажу маленький тест, который, ну, он достаточно ярко показывает готовность вашего организма к аллергической реакции. Только не пугайтесь, пожалуйста, а то, знаете, ну, люди по-разному реагируют. Я никого не хочу напугать. Просто, когда ты знаешь, ты вооружен, ты можешь что-то с этим сделать. Ну, вот ваша ручка, да, вот собственная ваша ручка, у вас есть ноготочки, не надо себя царапать. Возьмите и просто проведите себя по шее. Можете по руке, но на руке не так заметно. Если у вас на шее буквально через, там, минутка-полторы, может быть, через несколько секунд проявится красная полоса, значит, это говорит о том, что ваш организм находится в состоянии боевой готовности к аллергической реакции. Посмотрите, видите, как у меня появились уже эти полоски. Я всегда знала, что у меня такая реакция, но никогда не знала, что это один из тестов проверки готовности иммунного ответа на аллергию. То есть, о чем говорит? Если у вас так же, как у меня, есть такие яркие полосы, и вы ничего не будете делать с точки зрения профилактики, то у вас вполне вероятно в ближайшее время вас обрадует такой диагноз, как аллергия. И не важно, как она будет называться, не важно, как она будет проявляться. Посмотрите, можете не сейчас бежать в зеркало, но посмотрите. А может быть, вы за собой это знаете так же, как знала это я. Просто я понятия не имела, что это именно так. И вот представьте себе, каждый пятый человек имеет склонность к аллергии. То есть, посчитайте вокруг, даже у нас сейчас на вебинаре количество людей, посчитайте, какое количество человек имеет склонности. Я думаю, что это общая цифра, потому что огромное количество людей не идут, они не фиксируются, что у них есть аллергическая реакция. Ведь правда же? И вот здесь, на этой фотографии, на этой картинке очень ярко показаны самые распространенные, ну так сказать, аллергены. Если у человека есть аллергия на кошачью или собачью шерсть, то в дом, где находится собака или кошка, он просто не зайдет. У него сразу же откроются все выделительные шлюзы. Красивое цветение растений. Для человека, у которого реакция на пыльцу, он, это вообще смертеподобно, он в этот период времени старается что сделать? Покинуть дом, уехать из города, уезжать в другие страны. Правда же? Ну и здесь еще несколько моментов, о которых мы чуть позже поговорим еще. То есть, на самом деле, факторов провокаторов для возбуждения вот такой аллергической реакции организма невероятно много. Здесь просто 2-3 картинки. И что сегодня предлагают нам чаще всего, когда возникает ситуация? Ну вот, знаем, что чешутся глаза, потек нос или какие-то проявления уже есть аллергические. Мы идем к аллергологу, нас отправляют в иммунологический центр или в аллергоцентр. И нам предлагают сделать пробы, аллергопробы. Ну, примерно так это выглядит. На самом деле, там их множество и на спинке, и на ручке, там разные-разные варианты. Я не стала, я очень корректно фотографии подбирала, чтобы никого не пугать, там страшными сыпьями, отеками. Но вот примерно так это выглядит. То есть, что происходит? Берут аллерген, наносят его на кожу и смотрят реакцию. Через там, на какие-то, через несколько минут уже можно определить реакцию. На какие-то, через день, на некоторые, через несколько дней. Чаще всего это несколько минут. И аллерголог дает заключение. У вас иммунный ответ на конкретную, ну, вот такую, допустим, такого раздражителя. И иногда я сегодня разговариваю с людьми, встречаюсь с такой ситуацией, когда мне мамочка говорит, а мы аллергики. И причем так, как будто это, ну, не знаю, гордость. А мы аллергики, а у нас на молоко аллергия, а у нас еще там на апельсины аллергия. И еще нам хлеб нельзя, и еще, и еще, и еще. И вы знаете, когда человек готов услышать правдивый ответ, он потом слышит и разбирается, почему это все возникло. Когда не готов, он просто понимает, у него аллергия на мед. Все, мед ему нельзя. Но знаете, что сегодня может происходить? Если человек даже горд тем, что у него аллергия, или он с этим сжился, ему как бы так понятно, он знает, что у него аллергическая реакция на конкретное вещество, то он просто старается с этим не сталкиваться. И вот, например, ну, помните, я себе сказала, вот у меня особенная реакция на пенициллин. Как мне сказали врачи, когда я попала в очередной раз, ну, достаточно давно я попала в больницу, это был как раз последний мой такой серьезный, серьезное столкновение, встреча с медициной. И у меня была именно вот аллергическая реакция, самый настоящий отек к венке, все как положено, ну, вся картина аллергической реакции на укол пенициллинового ряда, который был назначен медициной, врачом. И когда меня выписывали, спасибо компании Coral Club, спасибо Лидии Федоровне Богославской, Ане Сахацкой, то есть тем специалистам, у которых я учусь постоянно, спасибо им за консультацию и за поддержку, когда меня выводили из этого состояния именно с продукцией Кораллового клуба. Медицина сделать ничего не смогла. И вот тогда заведующая нашей больницы, она сказала, вам к нам ни под каким вообще предлогом попадать нельзя. И у меня все мои близкие знают, что у меня все, на все я реагирую хорошо, но пенициллин нельзя. То есть моя задача избежать в жизни попадания этого вещества в мой организм. Ну скажите, пожалуйста, с точки зрения, ну например, водных ресурсов, в реке сегодня есть пенициллин? Или, например, сыр с пенициллина можно получить? Или плесень в каком-то виде, я могу с ней соприкоснуться? Конечно могу. И у меня может возникнуть неприятные моменты, заложенность носа, отечность носа. И моя задача сделать так, чтобы я так не реагировала. Вот, соответственно, если человек знает, что у него на что-то аллергическая реакция, он будет стараться, первое, это не касаться этого аллергена. Но вот как я и уже по себе говорила, у меня была недавно ситуация, мне человек звонит, говорит, ой, боже, надо что-то делать, помоги, пожалуйста. Муж, мы сходили в гости, заказали пиццу, оказалось, что в пиццу добавили грибной соус. А у человека непереносимость грибов вообще. То есть все предупредили, грибы не ложить. Но кто-то из поваров решил, что то, что пицца без грибов, это ни о чем не говорит. Они залили ее грибным соусом. И все, и у человека начался такой же шок. Поэтому очень важно в данной ситуации знать, что делать и как с этим справляться. Но в первую очередь, если вы уже даже знаете, на что у вас аллергия, постараться избежать этой встречи. Но вы знаете, что сегодня такая ситуация складывается, что когда у человека даже определяют аллерген, завтра у него еще на что-то аллергия, а потом еще на что-то, а потом, или так часто даже бывает, когда сразу усеивается очень много реакций аллергических на какое-то, ну, на какое-то вещество. И, конечно, тогда возникает вопрос, вообще, что с этим делать. Ну, невозможно же одеть скафандр, закрыться в квартире, или сбежать куда-нибудь на необитаемый остров. Правда же? Люди пытаются что-то тогда сделать, ищут ответы. И вот как раз для тех, кто ищет ответы, кто не просто хочет покритиковать, а поискать ответы, разобраться в том, чему мы учим, и, возможно, даже получить свой результат, сегодняшняя наша встреча. Я отвечу сейчас на вопрос, почему раньше не было аллергии, и вообще люди столько не болели. Этот вопрос задают, ну, практически регулярно, я его слышу очень часто, я думаю, вы тоже это слышите. Возможно, если вы его не слышите, то, возможно, вы так думаете. А давайте представим себе, что много тысяч лет назад, много тысяч лет назад люди жили точно так же, как и мы, имели две руки, две ноги, у них точно так же был один желудок, одна печень, у них точно так же текла кровь, как у нас, у них точно так же была кожа, правда же? Ведь все то же самое. Но жили они совершенно в других условиях. Не было вот того, вот той красоты, которую мы с вами сегодня получаем просто ежедневно. И вот здесь, на этой картинке, мы с вами видим, ну, великолепную нашу современную сегодняшнюю жизнь. Конечно, мы выходим утром на улицу, нам светит солнце, идут люди на работу, или там с работы кто откуда, мы видим цветущие растения, мы там радуемся ягоди, солнцу едем на море, и мы совершенно ведь не видим, да, вот так как здесь на картинке, что со всех сторон на нас нападает радиация, химические какие-то продукты в водоемах, какие-то нехорошие составляющие в нашей еде, которую мы едим с удовольствием. Я не говорю уже о смоге, который просто витает в воздухе. Например, мы живем в городе Запорожье, и все знают, что в нашем городе особого цвета воздух, а соответственно токсическая нагрузка в городе очень-очень сильная. Но человек говорит, а я живу на берегу реки, или я живу на берегу моря, и что, мне это не страшно, у нас нет таких заводов химических, на нас это не влияет. Но если мы просто с вами подумаем, мы же все люди грамотные, если мы подумаем, то существует закон, помните, круговорот воды в природе, но и круговорот всех веществ в природе тоже существует. И если, например, в нашем Запорожье, такой воздух, то он же не просто находится в коконе над Запорожьем, он, соответственно, разносится и по всем другим городам и странам. И где-то когда-то, в какой-то очень красивой деревушке, где, возможно, никогда в жизни не было химического завода, и текла чистая речка, выпадет осадком дождь, в котором будут вот эти все химические составляющие. Или он, как у нас в этом году, абрикосы, все в черных точечках. Ну, говорит, ничего страшного, он же хороший, он же экологически чистый, ну, дождик прошел. А что, дождик не должен давать такие точечки черные на абрикосе? Вот это ответ на вопрос, почему сегодня маленькие дети уже имеют проблемы, почему взрослые, казалось бы, люди, следящие даже за собой, человек мне говорит, я не ем ничего вредного, я не ем майонеза, я уже давно не пью квас, у меня нет там хлеба дрожжевого в рационе, я не делаю зажарку в борщ, я вообще ем очень тщательно, но я не могу справиться с аллергической реакцией, у меня она откуда-то появилась, и вообще, я все делаю правильно, а что, мы не можем, собственно, мы с вами практически не можем избавиться от вот этого невыносимого смога, который сегодня получают все жители мегаполиса. И, конечно, если человек, ну, иногда люди говорят о том, что, ну, так рассказывать, так тогда уже совсем и можно, ну, уже жизнь закончилась. Но на самом деле здесь есть два варианта. Один вариант, вот это все осознать, принять и что-то с этим делать. Ну, либо уехать, ну, может быть, не знаю, там на необитаемый остров где-нибудь и жить там постоянно, ну, тогда не будет социальной жизни, тогда вы не будете ходить на работу или зарабатывать как-то по-другому деньги, вы не увезете всех своих родственников на этот необитаемый остров, они возмутятся и скажут, нет, мы хотим жить в городе и пользоваться благами цивилизации. Соответственно, наша с вами задача просто вот это проанализировать и постараться снивелировать все эти вредоносные действия. Я вам покажу сейчас еще одну картинку, которая на самом деле для многих может быть даже открытием. Вот здесь как раз ответ больше всего, почему сегодня так серьезно страдают аллергической реакцией дети. Все очень просто. Ну, мало того, что вот первый слайд показывал, какое количество, мягко скажем, неполезностей, да, вокруг нас, а, соответственно, мамочка, которая не подготовилась к беременности, папа, который не был готов к тому, что он станет папой, то есть они жили в нашем вот этом социуме, ели нашу еду, не допивали воду, у них ослабленный иммунитет, они зачали ребенка. Этот ребенок рос у мамы в животике, получал все, что ему там от мамы доставалось, в том числе и вот эту токсическую нагрузку, потому что у большинства мам, если они сегодня не подготовились к беременности, у них внутри достаточно много токсической нагрузки, и даже сегодня в роддомах говорят о том, что воды околоплодные, в которых рождается ребенок, находится ребенок, они черного или зеленого цвета и даже имеют запахи. Соответственно, вся эта токсическая нагрузка попадала ребенку еще внутри мамы. Потом он родился, он попадает куда? В нашу замечательную экологическую атмосферу. Он дышит этим воздухом, постепенно мы его приучаем к той еде, которую едим сами. Я не буду сегодня рассказывать о содержании, об ужасах про еду. Я думаю, вы все грамотные, все прекрасно знаете. Но есть еще одна, так сказать, опасность, это то, на что мы чаще всего даже не обращаем внимания. Это то, что находится рядом с нами практически все время. Вот смотрите, здесь на этой картинке маленький ребенок сидит на диване. Цветочек, пол, стены, ну все замечательно, жилье, все великолепно, мы каждый из нас заботимся о нашем жилье. Однако, вот здесь так перечислено, смотрите, пылевые клещи, вирусы, бактерии, пыль, которая сохраняется в подушках, в диванах, в одеялах, в коврах, это грибы плесневелые и всякие там химические отравляющие вещества. Конечно, когда у нас в доме маленький ребенок, мы не занесем в дом открытую банку с краской и не оставим ее там испаряться. Однако, мы можем купить новую кроватку, мы можем купить новый коврик, мы можем протереть стенку в квартире, мебельную стенку, например, каким-нибудь там пронто, которое будет пахнуть и давать нам аромат или поставить распылитель аэрозоль. Вот это все, особенно вот те распылители, которые, знаете, вот постоянно распыляют, вот это все создает вот ту самую атмосферу, которая накапливается внутри нашего организма и никак не способствует тому, чтобы наш организм справлялся еще с другими неприятностями. Он с этим бы, с домашним, то, что мы ему даем, справился. В этой атмосфере великолепно себя чувствуют вирусы и бактерии. Посмотрите, сегодня там человек лег, где-то приехал в гости, лег, переночевал, на подушке на какой-то поспал, укрылся каким-то одеялом, утром проснулся, а у него отечность, он почему-то отек, он весь заплыл, у него даже нет еще аллергии, а он весь припух, просто потому, что ночью, пока он спал, на него все это тоже действовало, а его организм не готов, у него есть определенная такая готовность уже к неприятностям, но он не готов к тому, чтобы справиться с вот этим, с вот этим, так сказать, большим количеством неприятностей. И вот здесь один из маленьких таких моментов, плесневые грибы. Хочу вам сказать, проверьте, пожалуйста, дома свои цветы. Вы можете даже быть удивлены, крайне удивлены, тому, что ваши замечательные растения, которые вы дома рассадили, они у вас великолепно себя чувствуют, и создают уют и атмосферу, и, например, там делают какие-то зимние сады, у вас может быть дома, а у вас в цветах, в горшках, находится огромное количество вот этой самой плесени. И вот сейчас осень наступит, чуть-чуть наступит влага, и вы можете увидеть такие вот белесые, знаете, как паутинку такую. Вот это те самые грибы, которые распространяют свои споры, потом попадают с дыханием к нам внутрь, и тоже провоцируют аллергическую реакцию. Ну и, соответственно, это и мебель, и лак, и все прочее. Понятно, что мы не можем выселиться за пределы дома, мы не можем сегодня жить где-то в других условиях, и, к сожалению, мы должны еще раз, мы должны все это проанализировать, и чтобы вот такая картина, она нас сегодня, ну, так сказать, она не радует, такой картины очень много, ведь еще лет 5-10 назад мы не могли предположить, что вот так мы будем видеть людей на улицах, правда же? А я знаю, что в больших городах, я и в Запорожье у нас это вижу, в Москве очень часто, и, в принципе, очень-очень много людей, которые сегодня уже вот даже таким образом дышат. Ребята, написали о том, что пропал звук, скажите, пожалуйста, слышно ли меня, или это только у Людмилы Ивлевой пропало? Напишите, пожалуйста, что-то. Слышно хорошо. Отлично. Слайды можно будет потом все увидеть, они будут все в свободном доступе. В общем, я немножко вам сейчас обрисовала нашу современную жизнь. Я понимаю, что ничего нового для вас такого особенного не сказала, возможно, на какие-то моменты обратила внимание, но, к сожалению, вот это то самое, то самое окружение, на которое мы чаще всего не обращаем внимание, оно попадает в наш организм и провоцирует вот то самое состояние, которое нам с вами не нравится. А что же происходит внутри нашего организма? Смотрите, давайте, наверное, сделаем таким образом. У меня есть... Секунду. Секундочку. Я попробую. Я сейчас попробую запустить видеоролик. Если он сейчас запустится, чтобы мы потом на него не отвлекались. Почему-то он не запускается. Ну, ладно. Почему-то он не запускается. Ну, значит, попробуем. У меня сейчас практически не переключаются слайды. Попробуем сделать по-другому. Значит, если запустится сейчас ролик, значит, я его включу, а потом переключу вновь на материалы. Смотрите, что происходит в нашем организме в принципе. Когда в наш организм попадает вот все то, о чем мы с вами говорили, вот эти все вредоносные вещи, это пыльца, это может быть мед, это может быть грибы, это может быть шерсть животного, что угодно. Оно получается, что в нашем организме это происходит реакция. Секунду, у меня тут сразу техническая часть идет. В нашем организме происходит реакция. На этот, каждое вот это вещество, ведь, собственно, давайте так, у нас, мы все знаем, что мы генные существа, что у нас внутри каждой клетки есть гены. И вот у той самой, например, пыльцы амброзии или пыльцы полыни, у нее тоже есть ген, и у нее тоже есть задача. У нее задача расселиться по всему белому свету. А наша задача сохраниться, выжить и дать потомство. Так вот, когда попадает вот этот ген, например, пыльцы к нам внутрь, то нам он не друг. И наш организм, вот алгоритм происходит, наш организм, он вырабатывает антиген. Получается, что этот антиген, он вступает в антагонизм вот с этим геном, который к нам попал, вредоносный, который нам не нужен. В этот момент печень вырабатывает антитела, которые, собственно говоря, и решают задачу по борьбе с вот этими неприятелями. Контроль за количеством и уровнем опасности, ну, я пообещала вам простыми словами, опасности в нашем организме выполняют так называемые цыпки, циркулирующие иммунные комплексы. Называются они, нам многим известно слово, такое макрофаги. Да? Или это специальные, специальные тучные клетки, так называемые. Вот здесь, на этом слайде, вот эта тучная клетка нарисована прямо вот во всей своей красе. Вот смотрите, ореол этой клеточки, внутри есть гранулы с гистамином, а вот вокруг такие, как рогатки, вот это как раз вот те самые антитела. И когда у нашего иммунитета, у нашей тучной клетки и у нашей печени, вот у тучной клетки у нее хватает вот этих аллергических антител, а у нашей печени хватает сил на то, чтобы их выработать, то тогда у нас наш сильный иммунитет справляется с аллергической реакцией так, что мы с вами даже не замечаем. Мы можем просто начать чихать. У нас проявляется насморк небольшой, у нас зачесались глаза, у нас где-то что-то может быть высыпало, но мы даже на это не обратили внимания. Но когда этого происходит слишком много или слишком часто, когда вот этого всего нарабатывается много, а печень уже не справляется, не вырабатывает антитела, то у нас появляется накопление этой агрессивной среды и соответственно у нас появляется вот та самая реакция, о которой мы сейчас чуть позже поговорим. Я специально вот этот слайд поставила, потому что, вот смотрите, когда мы на наших встречах в компании Коралл Клаб рассказываем об общей концепции здоровья, когда мы говорим о детоксикации организма, когда мы говорим, что огромное количество проблем возникает в организме от того, что у нас человек не допивает воды, не дочищает свой организм, у него плохо работает кишечник, у него кровь густая, у него лимфатическая система загружена, то большинство даже не представляет, насколько это важно. Вот таким образом выглядит, ну примерно, конечно, эта схема, примерно выглядит наше внутриклеточное пространство. И вот здесь картина красивая, чистенькая лимфатическая система, достаточно свободная текущая кровь, чистые замечательные клетки и межклеточная жидкость великолепная. В большинстве своем у нас здесь все совсем иначе, у нас здесь болото. У большинства людей, вот у тех самых 5, да, каждый пятый человек, 100%, там уже другая картина. Ну и у нас, у живущих, вот под воздействием вот этих вредных веществ, все то же самое. Вот эта межклеточная жидкость, она превращается в кисель, в болото. Наша лимфатическая система, она загружена, она не справляется, и у нас появляются вот эти все некомфорты. Аденоиды, увеличенные гланды, припухшие, увеличенные лимфатические узлы, неважно где, на ногах, в паху, или здесь. То есть наша с вами задача вот это представить, вот здесь красиво, а наша с вами задача представить, какой может быть некрасивая картинка у человека, у которого есть аллергическая реакция. Я думаю, что практически все понимают, что нужно дальше делать, но я вам покажу еще сейчас несколько моментов. вот когда вот те самые антитела справляются с неприятелем, все сбрасывается в лимфатическую систему, в межклеточную жидкость, и наша задача, если к нам попал враг, наша задача, задача нашего организма всеми возможными силами и способами от него избавиться. И у нас есть всего пять выделительных путей, у нас других путей природы не предусмотрено. Вот здесь, собственно говоря, этот цикл. Получается, у нас выделительная система, желудочно-кишечный тракт, значит, для того, чтобы выделить это все, чтобы неприятности избежать, что обычно происходит? Расстройство кишечника, ну, по-простому понос, и начинается. Мы даем какие-то, срочно принимаем какие-то препараты, чтобы остановить этот процесс, он некомфортный, понятно, он некомфортный, но организм таким образом сбрасывается. У нас появляется, подключается вторая система, мочевыделительная, у нас большое количество мочеиспускания, мы ходим в туалет, запах мочи нам не нравится, тут обычно ничего не подключают, но все равно все неприятно, ой, да что же я так бегаю, да? Третий момент, это бронхолегочная система, и когда попадает этот, ну, неприятель наш, я же обещала простым языком, да, неприятель попадает к нам в бронхолегочную систему, у нас появляется кашель, организм, человек начинает кашлять, ему тяжело, он не может выкашлить, и что происходит? Да хватит тебе уже кашлять, да что ж ты раскашлялся, а ну-ка давай выпьем что-нибудь от кашля, как приходят в аптеку за лекарством, дайте что-нибудь от кашля, да, и получается, что вместо того, чтобы помочь это все выбросить, мы это все закупориваем, следом у нас подключается лимфатическая система, а там у нас еще дезодоранты ударной дозированной такой полиции, все закупорено, пот, ни-ни-ни грамма не отдам вообще, и получается, это все внутри нас скапливается, вот той самой межклеточной жидкости, ну и последнее, конечно, у нас получается, все это уходит уже, выбрасывается на кожу, и именно поэтому, кожа, это один из моментов, когда у нас аллергическая реакция проявляется на коже, вот здесь уже все-все-все, все выделительные системы пытались как-то справиться с неприятностями, кожа осталась последней, и мы на эту несчастную кожу сбрасываем, организм сбрасывает, а мы начинаем все это замазывать, у нас это все чешется, нам некомфортно, я даже ни одной картинки не приготовила с такой некрасивой кожей, и вот, собственно говоря, наша задача просто понять, что это все, все эти проявления, которые я здесь сейчас написала, проявления аллергических реакций, это все реакции организма, крика помощи и просьба организма помочь ему выбросить этот попавший аллерген внутрь, какие чаще всего мы проявления, давайте их перечислим, чтобы, ну, просто для общего, чаще всего аллергическая реакция проявляется каким образом, чихание, заложенность носа, отечность слизистой, самое великолепное, это отек к венке, это может быть даже летальный исход, так же как анафилактический шок, да, это сыпь, зуд, покраснение кожных покровов и расстройство желудочно-кишечного тракта, здесь может быть все, что угодно, рвота и расстройство кишечника, все может быть сразу, причем вот эти реакции, ну, кроме отека к венке, он обычно со всем этим не бывает, он по-другому бывает, ну, вот, а вот все, и чихать можно, и кашлять, и в туалет бегать, и все может быть сразу, и иногда люди говорят, я чем-то отравился, но если человек не знает, что у него это аллергическая реакция, он говорит, что вот если у человека нет аллергии, он понимает, что он чем-то отравился, а вот если это аллергик, если у него уже есть аллергия, он ведь не говорит, что он отравился, он говорит, у меня аллергия, А по сути это одно и то же. В организм попала вредоносная составляющая и ее нужно выбросить. Все. Что нужно сделать? Нужно помочь, нужно открыть все дренажи, нужно открыть все шлюзы, нужно помочь быстрее промыть желудок, нужно помочь выкошлить, нужно помочь нашу слизь, мокроту, чтобы она вытекала. Нужно сделать все, чтобы со всех наших дренажных систем это все побыстрее вышло. А что чаще всего у нас происходит? Таблеточка, антигистаминный препарат и какой-нибудь аэрозоль, астмопен или еще что-нибудь, чтобы снять спазм. Я сразу же хочу оговориться. Конечно, бывают такие ситуации, когда без антигистаминного препарата, без антигистаминного средства в принципе можно просто умереть. Может закрыться горло, может схлопнуться легкие, может наступить анафилактический шок и все. Поэтому, помните, я сказала, вот сейчас я буду говорить просто общие вещи, но конкретно каждому человеку нужно четко разобраться самому с собой, обратиться к тем людям, которые дали вам ссылку на сегодняшний вебинар и разработать систему правильных действий, правильных аккуратных шагов, чтобы с этим справляться. Конечно, вот все, с завтрашнего дня я не пью антигистамин, если вы его постоянно применяли или астмопеном не брызгаюсь, так тоже не надо. Но нужно хорошо понимать, что происходит. Вместо того, чтобы открыть все шлюзы, например, если человек капает нафтезин, сегодня уже есть нафтезиновая зависимость, человек капает нафтезин, у него сужаются сосуды, у него трескается слизистая, она должна быть влажная. Только тогда иммунная система в слизистой будет справляться с неприятелями, которые попадают, неважно, вирусы, это бактерии или это аллергический какой-то компонент. Только тогда будет. А у нас, получается, мы закапали, там все пересохло, спазм, все закрыто, и вместо того, чтобы вытекать, все пошло внутрь. Соответственно, подключаются бронхи, возникает аллергический компонент, потом может бронхиальная астма возникнуть. В общем, это достаточно такой серьезный разговор, если вам будет интересно, об этом есть масса материала, покопайтесь, поищите научную литературу, почитайте в конечном итоге специализированные учебники, но что происходит внутри нашего организма и почему у нас начинают течь все наши способы выделительные, все наши выделительные системы почему начинают сбрасываться. Что обычно рекомендуют? Конечно же, первое, это ограничить контакт. Я вам тоже самое рекомендую. Если вы точно знаете, где или от чего у вас появилась аллергическая реакция, если вы точно знаете, на что вы реагируете нехорошо, просто постарайтесь ограничить контакт. Следите за тем, что вы пьете, что едите, где это растет. Вот понятно, что если это на полынь, например, а вы живете в сельской местности и полынь растет вдоль дорог, то вам только один способ ограничить контакт, это на этот период времени покинуть, куда-то поехать отдохнуть, например. Выпить антигистаминные средства, мы об этом говорили, почему и когда их нужно пить. Конечно, вам порекомендуют пить много теплого питья. Конечно, это рекомендация общая, но мы с вами знаем, что теплое питье питью рознь. Если вы, например, будете пить теплый компот, да еще с сахаром, то ничего хорошего не произойдет. Наша с вами задача пить совершенно иные напитки, сейчас мы тоже о них поговорим. Потому что вода в воде рознь, напитки напитком рознь. И некоторые напитки, наоборот, создают условия для аллергической реакции. Конечно, здесь рекомендуют определенного рода диету. Почему? Потому что, вспомните, с аллергией борются иммунные клетки. То есть наша с вами задача сделать все, чтобы наш иммунитет нам помогал. А иммунитет у нас, в общем-то, базовый плацдарм иммунной системы, это наш кишечник. А у большинства кишечники сегодня, извините за слово, дырявые. В кишечнике находится куча слизи, в кишечнике собирается масса неприятностей. Там недостаточно сегодня пробиотических полезных культур. У огромного количества людей недостаток ферментов. То есть ни печень, ни поджудочная вообще не выполняют своих функций. Именно потому, что они уже заблудились от того, что мы пьем, что едим, где живем. И они не справляются, они не успевают перерабатывать весь тот комплекс, который мы с вами даем. Поэтому диета, диета имеется в виду, нужно, ну это не значит, что там все, мы садимся только там, например, на гречневую кашу. И все, едим только гречневую кашу. Нет, речь идет о правильном сбалансированном питании. И, конечно, даже если мы будем соблюдать диетическое питание, наша задача кормить клетку обязательно. Витамины, минералы, белки обязательно нужны. Но в диете должно учитываться обязательно то, что нужен фермент. Не будет у нас ферментов. У нас наши все среды внутри клеточного клеток будут очень густыми. И даже если человек, мы поможем ему отхаркивать, отсмаркивать все то, что должно выйти. Если не будет ферментов, это все будет густое. Соответственно, получается, будет очень сложно выделяемое это все из себя отправить. Итак, я подвожу итоги того, что я сказала. Не знаю, реакции не вижу никакой. Видимо, или внимательно слушаете и ждете вопросы потом. Комментариев не вижу. Но я надеюсь, что все то, что я вам говорила, вас не испугало, а дало какое-то понимание того, что происходит. И подытожить я хочу таким вот слайдом. Смотрите, механизм образования аллергической реакции. В организм попал антиген, например, пыльца полыни. Активизируется иммунитет. Наш иммунитет встает, наша охрана встает на защиту нашего организма. Включается, вы нашли этот антиген, и его нужно вывести из организма. Включаются все выделительные системы. И если наша внутренняя жидкость текущая, чистенькая, наша лимфатическая система великолепно работающая, кишечник с полными полезными бактериями, все будет там замечательно, у нас сработают все выделительные системы. И тогда аллергии не будет. Ничего не потечет, ничего не зачешется и ничего не произойдет страшного. Поэтому, собственно, ответ на вопрос, что делать, вот здесь на этом слайде есть. Если у вас отлично работает иммунитет, и в кишечнике всегда великолепная чистота и хорошее количество полезных бактерий, вы можете даже никогда не заметить, что ваш организм столкнулся с аллергеном. Вот просто не заметите. Ну, может быть, там что-нибудь, где-то три точки каких-то, вы на них даже и не обратите внимания. Поэтому наша задача, вот осознав вот это все, наша задача вспомнить о том, чему, ну, так сказать, учит коралловый клуб, почему мы столько лет получаем такие великолепные результаты. Просто потому, что когда человек понимает проблему и хочет ее решить, он начинает разбираться и он начинает идти аккуратно по пути здоровья. И в зависимости от ситуации, как долго она была, то с чего мы начинали, то если человек недавно столкнулся с аллергией, первые результаты по решению этой задачи будут очень быстрыми. Если это уже застарелая ситуация, то человек должен просто составить для себя этот путь. И за 2-3 года, если он возьмет ответственность за свое здоровье на себя, то он может восстановить свое здоровье. И в принципе от аллергии можно избавиться, но еще раз, не за 3 дня, да, достаточно долгий период времени понадобится на то, чтобы вообще про нее забыть. Ну и, конечно же, хорошо понимать, что делать. Итак, смотрите, возвращаемся к тому, где у нас появляются неприятности, да, и что мы с вами можем с этим сделать. Вспоминаем нашу замечательную, у нас есть великолепная картинка, я ее очень люблю. И, собственно, это все напрямую имеет отношение к любой ситуации, к низкому иммунитету, к каким-то проблемам, к ослабленному организму и в том числе к аллергической реакции. Что мы на 80% примерно вода. А, соответственно, наша задача с вами пополнить водные ресурсы, научиться пить нужное количество воды, нужного качества, мы сейчас тоже об этом скажем. И вспомнить о том, что примерно 80% токсинов, неважно каких, они растворяются в воде. И 20% растворяются в присутствии жира. Поэтому наша задача вспомнить о том, что у нас, например, в Коралловом клубе у нас есть великолепный продукт, называется Коралл Детокс. И вот как раз благодаря тому составу, который входит в этот набор, у нас есть великолепная возможность и разжижить все среды, и вывести токсическую нагрузку, и дать вот те необходимые жиры, чтобы разгрузить печень. И, в принципе, помочь организму быстро выделить то, что нам с вами не нужно. У большого количества людей, которые начали просто, ну, знаете, вот как каждый день утром зубы почистить, так вот каждый день применять состав Коралл Детокса, пить водичку, добавить H500, ассимилятор или цитин. И вы знаете, я знаю много людей, у которых за несколько месяцев есть великолепные результаты, даже вот сейчас они готовы не уезжать из города и попробовать пожить с Коралл Детоксом в период обострения своей аллергической реакции. Ну, как бы как эксперимент хотят сделать, потому что есть стойкий, хороший результат. Весной уже было совсем по-другому. Поэтому вспоминайте, пожалуйста, что наша задача добавить полезного жира, полезных жиров и растворить токсины в воде, значит, научиться пить воду. Вот здесь я следующую картинку про нашу внутреннюю среду специально, еще раз специально, она немножко другая. Может быть, та кому-то показалась не такой веселой, здесь поинтереснее в каком плане. Вот наши клетки в межклеточном пространстве, вот идет артериальная кровь, крововесносный капилляр, венозная кровь. Вот видите, все подписано, да, лимфатическая система и межклеточная жидкость. Вот если мы с вами будем пить нужное количество, 30 мл на килограмм вес, это минимум. А если обострение, если сложная ситуация, то, конечно, нужно пить и 40, и 50 мл воды, научиться. За один раз вы не сможете это сделать. У нас по этому поводу есть вебинары, есть информация, те люди, которые вас сюда пригласили, они вас научат это делать. Если вы никогда не пили воду, вам просто придется это научить. Научиться делать, если, конечно, вы хотите справиться с этой ситуацией. То вот смотрите, если вы научитесь пить нужное количество воды, у вас вот так же будут свободно плавать клеточки, у вас будет чистая внутренняя среда. А, соответственно, токсинам там, ну, просто не будет места. И, конечно же, как я и обещала, я говорю о том, что вообще рекомендуется сейчас для своего здоровья, это в принципе, это не только с аллергией, но с аллергией это базовая вещь. Великолепнейший природный продукт. Называется минеральная композиция Coral Mine. Тот, кто первый раз слышит об этом, очень рекомендую попросить людей дать вам побольше материала. Если совсем коротко, то маленький стик-пакет. Вот у меня сейчас, я с вами разговариваю, у меня здесь стакан стоит. И я попиваю эту водичку, и там плавает точно такой же маленький беленький 1-граммовый стик-пакет, в котором есть песок белого коралла, глубоководного коралла из Тихого океана, который, попадая в воду, он делает эту воду такой, что она может, вот мы ее выпили, и она начинает внутри нас наводить порядок. Она убирает все неприятности, она убирает слизь, она нейтрализует токсическую нагрузку, она делает воду безопасной. Если вам кажется, что вы покупаете воду в магазине и пьете ее, и она там хорошая, то вспомните, пожалуйста, что, во-первых, это вода в пластиковых бутылках, как правило, а как правило, сегодня пластик, он токсический. На эту тему очень много материала. А второй момент, очень большое количество воды, которая продается сегодня или привозится нам в офисы, в дома, это вода просто пропущенная через фильтры. Но когда-то эта вода была обработана хлором, и хлор, вне зависимости от того, что он как газ испарился, он, осталась о нем память в этой воде. А это очень серьезный яд, и он вот нашу с вами внутреннюю среду невероятно закисляет, собирает весь мусор на себя. И вот коралловая вода, пакетик Coral Mine на полтора литра воды, он делает нашу вот эту внутреннюю среду такой, что весь этот хлор, все неприятности, они просто вымываются. У вас может появиться большее потоотделение, если вы никогда не пили такой воды, вы можете больше побегать в туалет, пописать. У вас может даже, человек говорит, я в туалет хожу по большому, много. Это как раз говорит о том, что идет очистительный процесс. И у некоторых людей, ну например, как у меня, первые несколько дней были даже, в общем, не очень комфортными. Но большинство не реагирует на эту воду, большинство просто ее пьет. И через пот, через мочу у людей еще достаточно много сил и энергии, все неприятности из организма уходят. Утренний прием горячей коралловой воды – это особый ритуал для тех, кто хочет поправить свое здоровье максимально быстро. И, конечно же, как скорая помощь, коралловая вода – это великолепный помощник, вас научат этим пользоваться. Просто великолепное средство, капельным методом вы получите просто хороший результат даже по снятию острых состояний. Вот такая сказочная баночка «Антиоксидант H500». Если вам интересно, если вы любопытны, зайдите на YouTube, наберите словосочетание «Свободные радикалы и антиоксиданты» и высыпется масса информации, красивых, красочных роликов о том, кто такие звери, свободные радикалы, как они влияют на нашу клетку и как стареет организм, как закисляется, как у него угнетается иммунитет, если мы не употребляем каждый день антиоксидантов. Антиокси, антистарение, антиржавчина. H500 – великолепнейший антиоксидант, который, если вы будете употреблять каждый день, вы знаете, через какой-то период времени вам просто скажут, у тебя кожа хорошая. Ну, конечно, а ты не выглядишь на свой возраст. Или когда я говорю о том, что моя внучка ходит уже, нам вот 10 лет будет, или я бабушка уже 10 лет, и мне вряд не может быть. Я говорю, может быть, это все просто наша возможность пить хорошую воду, очищать организм, поддерживать наше здоровье. Поэтому H500 сказочно собирает на себя токсическую нагрузку, восстанавливает поврежденные мембраны клеток, дает нам с вами энергию, насыщает наш организм кислородом великолепным. И вы знаете, я точно знаю, что даже сейчас здесь на вебинаре есть люди, которые благодаря нашим рекомендациям снимают вот эти неприятные моменты, когда уже открываются все шлюзы с помощью именно H500, которые высыпают в стакан с водой и пьют его великолепно. То есть вот эти два продукта, Coral Mine и H500, это просто незаменимые. Они в принципе универсальные, но с точки зрения решения вопроса помощи с аллергией организму, это даже не знаю, чем их заменить можно. Точно так же в третьей позиции в Coral Detox входит Coral Lecithin. Ну, как по мне, так точно так же. Этот продукт надо пить каждый день с первого часа до последнего, потому что это наша с вами память, нервы, сосуды, вены. Но в данной ситуации это хороший жир. Помните, я говорила, плохие жиры есть и хорошие. Вот хороший жир, который помогает нам с вами великолепно избавляться, то есть нашей печени, которая должна выработать помощники антитела, чтобы наша печень просто справлялась с неприятностями. И вот Lecithin, он как раз в данной ситуации незаменим. Вы свободно его пьете, его пьют и маленькие, и взрослые. Он, в общем, абсолютно легко применяется. Вы сильно его даже не заметите, там никаких особенных проявлений, но, однако, через какой-то период времени вы поймете, что ваша печень работает по-другому, и что ваши сосудики отреагировали. Точно так же при аллергической реакции необходимы нам ферменты. Ну, конечно, если у вас дома растет живая папайя, или может у вас, не знаю, там ананасовые какие-то плантации под домом, все великолепно, кушайте на здоровье. Но большинство из нас все-таки мы живем в современном мире, поэтому вода, антиоксидант, Lecithin и ассимилятор – это комплексная программа детоксикации организма. Если у нас внутри густые среды без ферментов, мы с этими густыми средами не справимся. Мы водой их заливаем, а кисель продолжает болтаться. Вот ассимилятор, он просто все эти среды разжижает. И, например, если человек не может отхаркаться, у него густая вот такая, знаете, вот как бывает, густая слизь, ему необходим ассимилятор для того, чтобы эту слизь просто растворить и выдать, ну, в общем, удалить из себя. Поэтому этот продукт поддерживает нашу поджелудочную. Это ферментативная деятельность, процесс пищеварения налаживается. Вообще, вы много позитива возьмете себе из этого продукта, но с точки зрения аллергической реакции, это один из базовых составляющих вот той самой программы, которая нужна просто каждый день. Поэтому компания его сложила вот в такую, ну, так сказать, упаковку, назвала это программа Coral Detox. У нас вы можете все это приобрести как по отдельной баночке, точно так же вы можете купить это вот такой упаковкой. И, конечно, вы помните, я говорила доброе слово о печени, что ей нужно помогать, и что именно благодаря работе печени у нас появляются те самые антитела, которые борются с неприятелями. И ей, конечно, нужно помогать. Очень люблю действия артишока на ночь. Не буду сейчас давать дозировки, но великолепная разгрузочная программа для печени, даже профилактическая, в любое удобное время, вне зависимости от природы и погоды, диагнозов и возраста. Вы просто выпиваете перед сном несколько капсул артишока, и у вас, ну, вы просто увидите, как она порадуется. Если что-то беспокоило, вы почувствуете. Если ничего не беспокоило, вы увидите благоприятное это проявление на коже. В принципе, это отличный продукт. Ну и, конечно, наш чай Fun Detox. О нем есть масса материала. Почитайте, посмотрите. Если особенно вы любите какие-то вкусные чаи, фруктовые чаи, здесь такой состав в этом чае, который вот буквально стик и снимает массу неприятных моментов, ну, а кто-то просто пьет и видит радость нам, допустим, на той же коже или на проявлении иммунной защиты. Во всяком случае, ваша печень вам скажет спасибо, а вы сами знаете, что качество нашей печени это не только аллергия, это и качество крови, это и крепкий иммунитет, это наша с вами энергия, это наше с вами настроение. Потому что, когда у нас застойные явления в желчном пузыре и с печенью у нас какие-то проблемы, у нас настроение, у нас хандра, у нас нет энергии, нам вообще ничего не надо. И, конечно, разберитесь с целым комплексом пробиотических культур. Сегодня очень большое количество в магазинах можно найти кефиров, там, сывороток, можно найти закваски, но точно знаю, что большинство из этих заквасок, они синтетические. Кефир, огромное количество кефира, молочнокислых продуктов, сегодня они грибкового происхождения. А, соответственно, вы вроде как пьете с пользой кефир ведь, а потребляете грибов. А помните, мы о них говорили. Поэтому гораздо проще научитесь. У нас в группах есть рецепты, как делать биокурунги, домашний кефир. У меня все мои потребители биокурунга, мегацидофилус отлично, великолепно пользуются этими продуктами для приготовления кефира в домашних условиях. Делают, дают это детям. Соответственно, на этих молочнокислых продуктах, а не на тех, которые сейчас на этом слайде делают наши коралловские ужины, вот слово эубиотический ужин, нам с вами нужна клетчатка. Клетчатка с молочнокислым продуктом на ужин, сказочная разгрузка кишечника, а соответственно подготовка плацдарма для крепкого иммунитета, а значит это будет все сразу. И решение вопросов профилактики аллергической реакции, и каких-то новообразований, и просто подготовка к зимнему периоду. Часто задают вопрос, как много можно кушать люцерны и пить, например, пробиотических культур. Ну, ответ очень прост. Люцерна – это белковая трава, которая великолепно содержит в себе огромный комплекс полезных веществ, плюс это клетчатка. А молочнокислые бактерии – это каждодневный прием. Мы понервничали, они умерли. У каждого из нас в районе 2 кг должно быть полезной микрофлоры. Если мы ее не пополняем, а большинство людей, особенно склонных к аллергии, они в принципе молочнокислые продукты не употребляют, вот и возникает замкнутый круг. Поэтому об этом можно говорить достаточно долго, много, но в принципе для тех, кто знает уже системный подход нашей компании и тому, чему мы учим, я вас поздравляю, вы просто знаете ответ на все вопросы. И с точки зрения аллергии он точно такой же. Пьем воду, расчищаем наши внутренние среды, защищаем от воздействия агрессивной среды, регулярно очищаемся хотя бы 2 раза в год. Если аллергия уже серьезная, то 4 раза в год это минимально. От кого очищаемся? Вирусы, бактерии, грибы, паразиты. Проходим комплексную программу коловада, очищения организма. Если вы про нее не знаете, поспрашивайте. Великолепный продукт, который позволит вам просто дышать легко и полной грудью. Если же просто профилактика, ну 2 раза в год. Но тем не менее, сегодня, наверное, 2 раза в год коловада уже маловато будет. И только потом кормить организм. Хотя витамин С, витамин Е и витамины группы В, если их правильно добавлять в свой рацион, они помогают нашему иммунитету быть крепким и позволяют нам с вами не попадать в зону риска по аллергической реакции. Ну и в завершение я вам дам подсказку, которую я обычно своим друзьям говорю. Ребята, если у вас все хорошо, это здорово, позвоните своему другу, консультанту, тому, кто дал вам информацию о коралловом клубе, и скажите, у меня все хорошо, порадуйте его. А если у вас, ну не дай бог, что-то приключилось, пожалуйста, не стесняйтесь, позвоните. Потому что вот звонок другу, консультанту, компании очень часто дорогого стоит. Если вовремя вам подскажут, что сейчас прямо быстро сделать, вы можете справиться практически с любой задачей. И не попасть в больницу, и не разболеться, и преодолеть любую неприятную симптоматику очень-очень быстро. Потому что наши профессиональные консультанты, те люди, которые давно в компании, которые хорошо в этом разбираются, они смогут вам точно сказать, что нужно сделать. Ну а если у вас под рукой нет консультанта, вы где-то на необитаемом острове, у вас нет с ней связи, но у вас есть коралл майн, делайте теплую концентрированную коралловую воду, пьете H500 или микрогидрин капельным образом, то есть вы берете капсулку и можете высыпать ее в водичку или капсулкой употреблять 2-3-4 капсулы в течение дня, в зависимости от ситуации. Обязательно пробиотики, как я уже сказала, что-то для поддержки иммунитета. Я очень люблю наш продукт First Food молозива. Это просто, знаете, вот лагерное питание иммунитета. Там есть все для того, чтобы наш иммунитет воспитывался, работал, служил нам верой и правдой. У нас по этому поводу был вебинар, у нас есть материалы по поводу иммунитета. Спрашивайте, вам дадут ссылки, смотрите. Конечно, под рукой должен быть коллоидный раствор серебра. Это продукт, который должен быть в аптечке, потому что если потекло износ, вы можете закапывать, у вас не будут образовываться новые вирусы и бактерии. Соответственно, вы быстрее справитесь с неприятностями. И очень люблю микробрайт. И для тех, у кого есть склонность к аллергии, микробрайт – это тоже хороший источник. Когда, понимаете, бывает такая ситуация, отечность носоглотки, где-то там что-то припухло, микробрайт просто насыпают в полосы рта или дышат в носик, или закладывают, или просто подышали. И очень здорово он раскладывает вот эти как раз спазматические вещи. Ну, собственно говоря, не забываем, если вам необходим антигистаминный препарат, все-таки пока вы его употребляете. Ну, в общем-то, это все то, что я вам хотела сказать. Главное, не забывайте, что если вы не будете пить нужное количество слабощелочной, теплой, концентрированной нашей полезной коралловой воды, то, в общем-то, все, что бы вы сегодня не делали, какие бы средства вы не применяли для своего здоровья, они все попадут вот в тот кисель, вот в то болото между клетками. Я вам картинку не зря показывала. И очень будет мал результат. Поэтому базовая вещь – научитесь пить воду. В общем-то, на данный момент это все. Я сейчас посмотрю вопросы. Я так вижу, что они тут есть. Сейчас, секундочку. Так. Как вам переубедить отца, что аллергия на цветущие цветы летом, это можно вылечить? Ну, вы знаете, самый простой способ. Вообще переубеждать, конечно, ничего, никого не надо. Это невозможно, если у человека есть четкое определение, что вот так, и он никак по-другому не может, ну, не думает, то вы никого не переубедите. Вам нужно просто попробовать его познакомить с вашим наставником. Дайте ему книжку почитать. Очень люблю книгу «Нужная информация о здоровье» Ольги Алексеевны Бутаковой. Дайте ее прочитать отцу. Если он прочитает, возможно, он для себя откроет какой-то другой мир. Может быть, вы ему дадите послушать мой сегодняшний вебинар. Может быть, ничего не произойдет. Иногда так бывает. У людей есть точно свое мнение на какую-то позицию. Поэтому переубеждать точно нет. Вы можете только сказать, папа, я очень тебя люблю. Я очень хочу, чтобы ты был здоров. Почитай, пожалуйста. Или посмотри, пожалуйста. Вот все. Это все, что вы можете. А дальше он ответственен за свое здоровье. Секунду. Не успеваю. У меня тут много. Так. Ребят, вы пишите, а у меня уходит. Я не успеваю читать. Так. Ему все равно. Ну, вот он и говорит о том, что он хочет научиться жизни. Светочка, спасибо огромное. Мне приятно читать. И вообще, ребята из Тулы, я за вами со всеми соскучилась. Давно не виделась. Что можно сказать про экзему? Спасибо большое. Но помните, я говорила о коже. Кожа – это выделительный орган. И все, что мы видим на коже, сыпи, дерматиты, экземы, вообще не важно, как все это называется, это проявление того, что ваши выделительные системы организма человека, у которого есть на коже вот эти проблемы, они уже не справляются с уровнем токсической нагрузки. И нужно открывать дренажи. Потому что чаще всего предлагают, что здесь высыпало, надо намазать, и пусть оно пройдет. Вот я, говорит, помазала кремом, и все у меня прошло. Замечательное. Ну, куда оно прошло? Оно же никуда не делось. Оно, наоборот, зашло внутрь. Его нужно из... Вот наша задача – мусор в квартиру не тянуть. Мы уже в квартире не убираемся так, что, ага, вот там на мусоре, сейчас мы в мешочек завяжем и за столик поставим. А это за диванчик, а это за шкафчик. И пусть оно там себе полежит. Оно лежит, извините, пахнет. Да? А потом куча неприятностей. Вот внутри у нас то же самое. Мы намазали и загнали все это внутрь, за шкафчик. Оно там себе лежит и ждет до такого своего времени. Как только наступит момент, оно взорвется. Поэтому нужно не замазывать, нужно, наоборот, выгонять. Но чаще всего, когда у людей дерматиты, экземы, различного рода высыпания на кожу, это некомфортно внешне, это некомфортно эстетически, и это может чесаться. Все, что чешется, это еще грибы. То есть нужно обязательно подключать достаточно серьезные, противоглистные, против... Ну, то есть вот у нас есть такая формулировка А, Б, В, Г, Д. Агрессия, бактерии, вирусов, грибов и паразитов и прочих простейших. Внутри очень серьезные условия для того, чтобы они там хорошо себя чувствовали. Их надо погонять. Поэтому нужно обязательно проводить очистительные мероприятия. Обратите внимание на тех людей, которые... Обратитесь к тем, кто вам дал информацию, и они вам помогут это все сделать правильно. Да, бурьян, цветы, трава, все, что цветет летом на улице. Но я про пыльцу, по-моему, очень хорошо говорила о том, что такое пыльца. Вот он вдохнул, и оно попало туда, в его кисель. У беременной сыпь по всему телу, зуд, как избавиться. Ух, беременная это вообще особая тема. Вы знаете, не могу вам ответить здесь. Давайте сделаем так. Найдите меня в соцсети. По фамилии, по имени есть во всех соцсетях. И мы с вами просто индивидуально поговорим. Потому что это очень серьезно. В течение какого времени можно восстановить работу ЖКТ? Ну, смотря что вы хотите восстанавливать. Если речь идет, например, о нестабильности стула, ну, например, газообразование, бурление, это решается очень просто. Если речь идет о запорах, о склонности к запорам, то не так это все сложно решается. Но это нужно тщательное, каждодневное употребление нужного количества воды в правильном режиме. И иногда бывает 2, 3, 4 недели и уже результаты есть. Бывает у людей несколько месяцев нужно на восстановление. Но, в принципе, желудочно-кишечный тракт, если там какие-то проблемы, он восстанавливается. Все точно так же. Мы начинаем пить воду натощак с утра. В течение дня учимся выпивать нужную нам норму воды. Добавляем пробиотические культуры, клетчатку. Гоняем вирусы, бактерии и чистимся. ЖКТ восстанавливается не так сложно, как вам кажется. Просто сядьте с вашим консультантом и разберите, как это правильно и откуда все берется. Все на самом деле, правда, очень просто. Что сделать, чтобы восстановить работу ЖКТ после отравления? Мегаоцидофилус, можно ли делать из него йогурт? Конечно, можно. Мегаоцидофилус и йогурт, и кефир. Из наших любых пробиотических культур вы делаете напитки. Я беру молоко, подогрела, могу закипятить, могу просто подогреть. Оставляю его на столе, высыпаю из расчета одна капсула, например, если это мегаоцидофилус. Я высыпаю одну на литр, и в течение от 5 до 10 часов молоко скисает. Вопрос, почему от 5 до 10, это температурный режим, сколько сейчас за бортом температура, и молоко. Все зависит, конечно, еще очень серьезно от молока. Биокурунга делается точно так же, еще раз, в группах есть у нас даже слайды, где четко написано, как делается. Группа и ВКонтакте, и в Одноклассниках, называется Здоровым будет здорово, заходите, там есть рецепты. После отравления, очень важный момент, представляете, что такое отравление? Это же, возможно, была и рвота, и было расстройство ЖКТ, так сказать, и сверху, и снизу. Получается, что напрягалась поджелудочная, нужно дать ей, желательно, люцерну, и фермент, ассимилятор, дегистейбл. Нужно дать много пить воды, поменьше есть, то есть в этой ситуации желательно не кушать. И, конечно, пробиотики. В общем-то, после отравления, сутки-двое на то, чтобы прийти в себя, потом мы уже подключаем хорошую, нормальную еду, и просто даете пробиотики. Ферменты и люцерна. Люцерна вообще великолепный продукт для поддержания поджелудочной, особенно после отравления, она вся, она надорвана, она начинает просто неприятности нам выдавать. Поэтому можно. По поводу 10-месячного ребенка, как закваска для йогурта. Ну, я ответила уже, как закваску для йогурта. В принципе, вы все можете использовать. Но по поводу, как его давать индивидуально, маленькому. Ну, тоже вы сами обсудите уже, потому что я не могу сейчас здесь говорить такую рекомендацию. Поймите меня правильно. Не зная ни ребенка, ни ситуацию, мы своим детям даем. Поэтому не могу сказать. Аллопеция и облысение тоже имеют природу загрязнения организма. Как восстановить волосяной покров? Ух, вопрос достаточно серьезный. К аллергии не имеет отношения. Не тема сегодняшнего вебинара. Вы знаете, настолько это серьезно. Там очень много психологического момента, составляющая психологическая. И там серьезно тоже надо смотреть, от чего. Это могли быть бактериальная агрессия. Это может быть, скажу так просто. Волосы уходят с умной головы тогда, когда наш организм перенасыщен стрессами и токсической нагрузкой. И организму нужны силы для того, чтобы самому жить, самому стоять на ногах. Ногти и волосы для него это лишнее. Поэтому он начинает их сбрасывать. Но если аллопеция уже там с нарушением даже луковиц, там все совершенно по-другому. У нас есть результаты по восстановлению волосяного покрова с помощью жирострауса ЭМУ. Спрашивайте, посмотрите. Очень много информации и очень много результатов, когда люди восстанавливали волосяной покров. И очень хорошие результаты по волосам, когда после детоксикации, после коловады люди начинали пить 24 на 7. Очень хороший результат. То есть не буду говорить, что будет такое у вас, тоже все индивидуально, надо смотреть, но есть результаты. Поэтому спасибо огромное вам, ребята. Я надеюсь, что я дала вам простое понимание этой сложной действительно проблемы. Вообще это невероятная бич сегодняшнего дня. И очень важно, чтобы мы об этом сами в этом разобрались. И очень важно, чтобы мы об этом рассказали другим людям. Услышат они нас или нет, это будет уже их задача. А наша с вами задача показать, что есть такая дорога, как жизнь без аллергии. Спасибо вам всем огромного. Крепкого здоровья. Спасибо.